Скажите, вы видели вот такие наклейки, треугольничек с туфелькой на машине и там надпись «Уважай меня». Вот мне каждый раз кажется, что это звучит как какой-то вызов, приказ или вот такое повелительное что-то «Уважай меня». Просто, то есть безальтернативно «Уважай меня». Вот честно, у меня какое-то резко негативное отношение к подобным наклейкам «Уважай меня». Ну, попробуйте вообще эту фразу прочитать, хоть как-то, чтобы она не звучала, не цепляла, скажем так, то есть не в повелительном тоне она как-то звучала. Брянская область, уборка полным ходом, вот тут еще пыль не стоит. Я здесь проезжал, такая пыльюга стоит, комбайны все аж серые, там не видно какого цвета, вот, бедные комбайнеры. Жарко. В тенечке, но наблюдает. Наверное, как в 90-е попал. Варек. Не, ну смотрится вообще. Не знаю, у меня что-то первая ассоциация, еще спросить сигареты поштучно есть или нет, но прям вот все на витрине, как в старые добрые. Значит, выбрал он себе полиэтиленовый пакет, помял он его, решил в него нагадить, да? Короче, я сейчас на съемной квартире, здесь очень много комаров, они практически везде. И вот, значит, вот сидит тварь, там, ну, короче, неважно, их очень много здесь. И микроволновка была открыта. Ну, что это там? Поддох, тварь. В общем, один влетел сюда на свет, я его запек. Сыну сегодня 12. Подарок он уже знает, но тут еще... Ой, не с той стороны. С вот этой. Во. Это его ник. Игра Роблокс. И это его персонаж. Надеюсь, понравится. Наверное, не поленюсь остановиться даже. Вот сколько раз, сколько лет уже езжу. И вот именно в этих местах вечерние туманы, вот эти. И они и утром, и вечером. И бывает через... А вот чуть-чуть вот тут вот видно, что вот через дорогу начинают выходить. Вот он тут. Стелится туман тоже. В общем, красота красотовая. Едешь такой, едешь вдруг. Хрена к противотанковой линии обороны ни с того, ни сего. Я снова в Белгороде. Последние знойные летние деньки. Потом везде вроде как уже похолодание. И умудрился привезти сюда еще и ливень. То есть немножечко с утра свежесть досталась городу. Но теперь наоборот. Все испарилось. Парит. Прямо, прям вообще. Гаражная мебель потихонечку была тут. Теперь в прицепе. Вообще, простор какой. А места сколько. Гараж огромный. Дом напротив. Уже минут 20 кто-то по телефону разговаривает. А, это еще не сильно слышно. А то вообще, блин, на весь двор. Да, почему-то стихло. Наверное, перешло в другую комнату. А это прям как будто под окном у тебя. Поверните налево. Поверните налево. Площадка завалена была. То есть магазин закрылся. А товар, товар есть. Ой, прикольно. А товар остался. Пашют перестроен. Теперь, похоже, магазин этот открываться не будет. Сейчас, наверное, по другим магазинам все развезли товарные остатки. А хранилось все на улице, короче. Просто тут немыслимое количество было всего. Так, ну что. Еду я снова в село Прелестное. Прохоровского района, Белгородской области. Снять репортаж. Который 12 июля. То есть чуть больше месяца назад я не снял. После которого не снять я до конца из-за праздника. Я потом должен был ехать в Москву. Уехал на море. В общем, теперь доделываем то, что нужно было доделать. Пока лето. Потому что потом уже сентябрь. И картинка будет другой. Поэтому надо до конца. Как же все меняется вокруг. Вот раньше где-то вот здесь. Тут уже все. Забор стоит. Перекопали. Траншейку сделали. Можно было заехать в сады. Там пикничок. Эксперименты всякие там устраивал. Прочее. А сейчас теперь тут уже дома, новостройки. Все загорожено. Все развивается. Через 500 метров поверните направо. Поверните направо. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok